Уважаемые коллеги, как вы знаете, сейчас остался месяц, поэтому решите доложить информацию о существующей ситуации на наших объектах. В целом за 8 месяцев текущего года выработка электрической энергии составила более 58 миллиардов киловатт-часов, что на 5% больше уровня прошлого года. Для подготовки к осенне-зимнему периоду на энергопредприятиях были запланированы к ремонту 9 энергоблоков, 59 котлов, 41 турбина. На начало сентября завершены ремонтные работы на 6 энергоблоках, что составляет 67%, в 25 котлах и 12 турбинах. На разных стадиях ремонта ведутся работы на оставшихся объектах. По многим энергоисточникам, к сожалению, имели случаи переноса сроков ремонта, связанные с временным приведением терминных процедур, отсутствием необходимых запасных частей и выявленным дополнительным объемом ремонтных работ. Вы на слайде можете видеть, во многих регионах таких переносов были. На начало сентября текущего года на топливных складах энергоисточников накоплено 4,6 миллиона тонн угля, что на 36% больше уровня прошлого года. Также заготовлено 99 тысяч тонн мазута, что на 2% больше, чем в прошлом году. На данный период данная ситуация является более позитивной, чем в прошлом году. Однако, используя тёплое время года, хотели бы ваше поручение, чтобы эту работу завершить и накопить все необходимые запасы топлива. Тем более, что по внесённым изменениям в закон об электроэнергетике и кодекс об административных правонарушениях, за невыполнение указанной работы уже будут привлекаться к административной ответственности руководители энергопредприятий. Максимум нагрузки в предстоящий период ожидается на уровне 14 100 мегаватт, что на 5% больше показателей прошлой зимы. Максимум генерации намечено в объёме 13 770 мегаватт. Для покрытия указанной загрузки решением коллегии Министерства индустрии и новых технологий от 21 мая дано задание по нанесению нагрузок энергопредприятиям страны, в том числе электростанциям национального значения. Предложено к отопительным сону обеспечить работу ТО Кибастузской ГРС-1 в пятиблочном режиме с содержанием 6-го блока в резерве. Это условие может быть выполнено к 30 ноября только в связи с дополнительными работами. А также станции Кибастузской ГРС-2 в двублочном режиме, Аксузской ГРС в 6-7-блочном режиме и Жамбылской ГРС в 2-3-блочном режиме и в случае необходимости в 4-5-блочном режиме. Решите остановиться на ряде замечаний по многим регионам, которые носят системный характер. Первое. Крайная изношенность тепловых сетей. Это отмечено в ряде регионов, таких как Талдыкурган, Жанатас и ряде других моногородов. По этому вопросу Макиматам необходимо обратить особое внимание на своевременность и полноту реализации намеченных ремонтовосстановительных работ, а также обеспеченный отопительный период по тепловым сетям необходимый опас аварийного запаса материалов и оборудования для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Хотелось бы отметить здесь хорошую работу по замене изношенных и модернизации существующих тепловых сетей города Алматы. Ведется беспрецедентно большой объем перекладки тепловых сетей и их модернизация. И эта работа создает основу стабильного и надежного обеспечения теплом потребителей города Алматы. Изношенность электрических сетей и наличие значительного количества бесхозяйных электросетевых объектов. Здесь также просили бы Акиматы проконтролировать создание руководством электросетевых компаний аварийного запаса материалов. До 2014 года нам необходимо завершить работу по передаче бесхозяйных электрических сетей на баланс существующих энергопредприятий с учетом того, что не предусматриваются средства на их обслуживание и реновации. Особое внимание просили бы обратить на энергоснабжение потребителей в малых и моногородах. В частности, Кентау, Южно-Казахстанскую область, Тимиртау, Карагандинская, Семей, Ивыково, Жанантас, Каратау, Жамбылская, Кокшетау, Кмольнишко. Аким у указанных регионов необходимо реализовать специальный план по ускорению ремонта восстановительных работ на объектах теплоснабжения и всего комплекса инфраструктуры объектов. Далее. По городу Казалада имеется ряд проблемных вопросов по топливобеспечению энергоисточников. Эта ситуация, как вы знаете, будет сохраняться до ввода в эксплуатацию газопровода Бенео-Базуэш-Имкент. Поэтому из-за недостаточного количества газа, вырабатываемого на месторождении Акшабулак, в предстоящем отопительном периоде необходимо поставку газа производить в следующем порядке. Газоснабжение потребителей объектов жилья и соцкульбыта, вторых теплоисточников, затем остальных потребителей. Вместе с этим необходимо решить вопрос выделения финансовых средств на закуп МАЗУТА для ГГП, Казаларда, Теплоэлектроцентра. Соответствующие документы сейчас готовятся. В целях организованного проведения ремонтных работ в Министерстве создан координационный штаб с участием представителей МЧС, АО «КИГОК», «Самрук Энерго» и других заинтересованных ведомств. В январе-марте проведено более 25 заседаний штаба с приглашением Акимата руководства энергопредприятий по рассмотрению ремонтных компаний 98 энергопредприятий. В мае-июле с выездом на места был детально рассмотрен ход ремонтно-воставительных работ по вашему поручению к предстоящему отопительному сезону. Были отмечены отставания работ и выданы соответствующие рекомендации, которые по большинству регионов выполняются. В июле в сентябре специалистами Министерства в составе рабочих групп согласно приказу руководителя администрации президента осуществляется оценка готовности всех областей к работе в отопительный период. По итогам данных проверок, которые, я думаю, в середине сентября у нас уже будут результаты проверок, будут оправлены регионы с высоким риском прохождения отопительного сезона, которым в последующем будет усилен контроль за подготовкой и прохождением осенне-зимний период. Для системной организации работ внесены изменения в закон об электроэнергетике и кодекс об административных правонарушениях касательно получения обязательного паспортов готовности в зимних условиях, а также объемов необходимого эксплуатационного запаса топлива на энергоисточнике и многих других, благодаря которым повышает ответственность руководителя энергопредприятия. Как вы знаете, по вашему поручению разрабатываются основополагающие нормативно-правые акты в электроэнергетической отрасли. На сегодняшний день правительством принято уже 10 из 24 разработанных, внесенных в Министерство нормативно-правых актов. В частности, разработаны такие документы, которых не было долгое время, такие как правила технической эксплуатации электростанций, сетей, техники безопасности, устройства электроустановок и другие. В рамках разрабатывания Министерством концепции законопроекта о внесении изменений и дополнений некоторых законодательных актов по формированию четкой эффективной системы надзора за работой объектов энергетики, предлагается принять новых нормативно-правых норм, направленных на совершенство законодательства именно в прохождении осенне-зимнего периода. В частности, принятие правил подготовки и прохождение ОЗП, введение ответственности энергопроизводящих организаций за не включение договоров обязательного страхования гражданской правоответственности за допущенной аварии и многие другие. Проект концепции внесен в Минюст и Администрацию президента. В заключение хочу отметить, что в этом году подготовка к осенне-зимнему периоду дает значительные результаты. Проводились ряд селекторов под вашим, председателем Калинин Абрикановичем. Селектор месяц проводил несколько селекторов, и организационные мероприятия в этом году показывают результаты лучше, чем. Тем не менее, остается всего месяц, поэтому Акиматам необходимо по вышеуказанным замечаниям принять все необходимые меры. Хотел бы отметить, что значительные результаты дает политика введения предельных тарифов в мае 2009 года. Оно позволило инвестировать в модернизацию обновления, поддержку основного вспомогательного оборудования более 300 миллиардов тенге. В рамках предельных тарифов было введено 580 мегаватт мощностей. На станциях регионального значения проводятся в основном капитальные ремонты, что позволяет проходить отопительный сезон стабильно. Проведенные мероприятия по реконструкции капитального ремонта основного оборудования в рамках предельных тарифов позволят увеличить коэффициентную эффективность использования и установленной мощности на таких станциях, как Киберсульский ГРС-1, Карагандаэнергоцентр, Павлодарэнерго, Севкасэнерго, Атарауская ТЭЦ, уменьшить расход условного топлива на обыск электроэнергии, повысить энергоэффективность и производительность, уменьшить аварийность. По станциям, находящимся коммунальной собственности, таким как Кустанайская ТЭЦ, Аркалыкская ТЭЦ, Шахтинская ТЭЦ, ЖЭК Теплоэнерго, проводятся текущие ремонты для бесперебойного обеспечения электрической тепловой энергии. В настоящее время ведется работа над разработкой концепции развития электроэнергетики до 2030 года. Весной мы вам ее докладывали. В сентябре она дорабатывается и будет внесена в правительство. Все вопросы, которые были сегодня озвучены, в том числе новые предложения по разработке новых нормативных проектах, также мы планируем включить в эту концепцию.